Всем привет! Сегодня будет короткое видео с шокирующей правдой про Таиланд, туристов, людей и вообще, что происходит. Короче, вот я сейчас в Таиланде, у меня за спиной море, все красиво, волны, хорошая погода, классно. Это место называется Каулак, это где-то 80 километров от Пхукета. Значит, не очень популярное, не шибко известное место. И вот на первый взгляд, все здесь очень красиво, отлично, но есть кое-какие проблемы. Все туристы, когда приезжают в Таиланд или на любой другой курорт, они в первую очередь едут в известные туристические места. В Таиланде это Пхукет, Самуи, Паттайя, то есть там все для них готово, для них есть отели, красивые пляжики, все такое. Шокирующая правда насчет пляжиков сейчас будет дальше, покажу и расскажу сейчас, смотрите. Вот как-то так выглядит пляж в Таиланде. Если его специально не убирает какой-то отель своим персоналом в сезон дождей, когда вот вы видите волны, да, вот они. Эти волны в прилив наносят сюда просто горы всякого разного мусора, оставленного человеком. И я вас уверяю, на Пхукете было бы то же самое, но на Пхукете практически вся береговая линия заполнена отелями в самых таких туристических местах. И там с утра до вечера персонал все это подгребает, чтобы никто этого не видел. Мы сейчас находимся довольно в диком месте и, соответственно, здесь нету персонала, который убирает. И вот так вот все это выглядит, это прям как помойка какая-то. Вот я сейчас увеличу, чтобы туда не ходить. Вот, смотрите, сколько мусора, это просто горы. Ну, понятно, много мусора, это, конечно, плохо. И кто-то скажет, я знаю, такое тоже наши пишут там в интернете. Типа, да и китайцы тоже свиньи там, они кидают мусор. Это все как бы правда во многом, да. Не только там туристы и местные тоже, они не очень хорошо, значит, убирают всякие свои отходы. Но есть еще такая тема, что куча мусора, который здесь сейчас валяется на этих самых, так, где будет видно, вот так будет видно. Вот здесь, блин, нет, слишком ярко, черт. Короче, сейчас покажу. Это дрейфующий мусор из мирового океана, то есть это не тайский, это вообще не местный мусор. Я тут походил, значит, посмотрел, что, вот смотрите, пластиковая бутылка. Так, берем все полностью на китайском языке. Вообще нету ни слова на тайском. В Таиланде запрещено продавать продукты или вот воду, любые вообще товары, без перевода на тайский язык. Нифига нету, все чисто на китайском. Другая бутылка, вот вся облепленная вот этими морскими гадами. Так, смотрим. Какой это язык, я даже не знаю. Что-то сдуру похоже на, так, английский смесь с немецкими, что ли, с каким-то, не знаю. Ни разу вообще такую здесь воду не видел в продаже. А, так. А, Малайджа, из Малайзии водичка приплыла к нам. Вот тоже, прям тут же валяется. Что это? Какая-то красочка на английском, да? Ну, нет, тоже, походу, то ли малайское, какой-то, похож на Абухасу или Махасу, как он там называется. Короче говоря, весь этот мусор, это вообще далеко не обязательно тайский мусор. Можно вот так прогуляться и много чего найти. Это то, что, видимо, из других стран попадает в океан и потом расшвыривается по всему свету. Я не удивлюсь, если здесь что-то можно найти, даже если вы, вот, выбрасывали когда-то, не знаю, в реку, впадающую в океан в России. Где-нибудь здесь это тоже вполне может оказаться на берегу. Ну, короче, вот такие вот невеселые дела. Но все понимают, да, блин, выбрасывайте мусор туда, куда надо, не в море, пожалуйста. Благодарочка от всех жителей планет Земли. Продолжение следует...